Шымкент лидирует в программе утилизации старых автомобилей. Она стартовала в ноябре. Жители областного центра сдали 750 машин, ослуживших свой срок. Уже с февраля взамен казахстанцы смогут получить сертификат на 315 тысяч тенге. Их можно потратить, например, на приобретение нового отечественного автомобиля. Мои коллеги продолжат тему. Сегодня последний день приема старых авто на утилизацию, поэтому в пункте приема очередь шымкентцы торопятся успеть сдать автохлам за деньги. С Нового года таких очередей уже не будет, уверяют специалисты. Оформлять все документы будут в электронном порядке. Перед тем, как привезти машину, можно будет зайти на наш сайт или заранее позвонить в колл-центр. Чтобы зарегистрироваться в электронной очереди, тогда не придется ждать. Для населения это очень удобно. На год Южно-Казахстанской области выделили квоту на прием 1150 старых машин. 750 автомобилей сегодня уже ждут утилизации. Интересно, что 70% изношенных легковушек добрались до последнего пункта назначения своим ходом. Эту машину водил еще мой отец. Мы в детстве на ней учились ездить. Последние годы она ржавела во дворе. Хорошо, что есть такая программа утилизации, где можно старую машину сдать, еще и деньги получить. Транспортные средства принимают по двум категориям. В зависимости от комплектации владельцам авто выплачивается 150 или 48 тысяч тенге. В Шымкенте все принятые машины оказались в полной комплектации. Имеется все от двигателя до колес. Все машины по первой категории, то есть все люди получили по 150 тысяч тенге. По второй категории у нас не прошла ни одна машина. Машины в удручающем состоянии, это действительно утиль полнейший. То есть наши дороги реально освободились от этого хлама. Сдают на переплавку как автомобили советского автопрома, как москвичи и жигули. Такие на марке всего со старта акции казахстанцы сдали 5000 железных коней. Пункты приема снова откроются уже 16 января нового года. Отправятся по селам и мобильные приемные. Планируется, что в 2017 будут принимать на утилизацию и грузовые авто. Бутагоз Базарбаева, Ханат Жениспеков, Юрбулат Абиш, Нурмахан Бекмуратов, Южно-Казахстанская область, Хабар, 24.